Представителям Бресту было имущество практически всегда есть, что предложить тем, кто хотел бы начать свое дело. Работники комитета не только занимаются обработкой информации, но и консультируют по актуальным вопросам реализации квадратов. И все больше посредством интернет-коммуникаций. Практика электронных торгов становится шире. И для этого есть все основания. Экономия времени, снижение личных контактов, что немаловажно в условиях пандемии. К тому же электронные торги по своей результативности не уступают, а нередко и превосходят обычные аукционы. Да, это расширение поэтапное, плавное, тех начал, которые были уже на протяжении нескольких лет. В те годы мы выбирали объекты для продажи на электронных торгах. Ну а учитывая вот те события, которые связаны с эпидемиологической ситуацией, для снижения личностных контактов, для расширения, в первую очередь, возможностей большего круга участников, мы стараемся сейчас выставлять недороги массово именно электронные. Это позволяет сократить, в первую очередь, исключить возможность движения участников торгов в одно место, в частности, обл.исполком, для подачи документов, для участия в торгах. Для подачи документов достаточно прибыть в любое из фериалов биржи, которые есть в каждом областном центре, либо в Минск. А для участия в торгах достаточно иметь дома компьютер. Быть или не быть электронным торгам покажет время и спрос. Сегодня среди предлагаемых площадок есть даже объекты в центре города. На небольшой улице Островского их целых два, причем в шаговой доступности от городского Арбата, улице Советской. И такие достаточно интересные предложения есть в разных уголках региона, порой даже за чисто символические деньги. Информация о реализуемых объектах размещена на сайте обл.имущества. Стартовая цена на объекты начинается с одной базовой величины. Среди эксклюзивных объектов можно отдельно обозначить бывшее здание суда Московского и Ленинского района города, расположившееся на углу улиц Ленина и Ливаневского. Реализацией объекта занимается городской центр по управлению недвижимостью. Просторные площади здания, построенного еще в польский период, могут стать неплохим бизнес-центром. А небольшая постройка во внутреннем дворике – хорошей альтернативой для уютного кафе. Аукцион по продаже права аренды объекта недвижимости, находящегося в собственности Бреста, пройдет уже совсем скоро. Цена за один квадратный метр аренды этого помещения – 7 рублей 61 копейка. Здание имеет все сети коммуникаций – электричество, водоснабжение, канализация, отопление. 21 июля 2020 года это здание будет выставлено на аукционные торги. Предметом аукционных торгов является право заключения договора аренды на это здание. Значит, в аренду предлагается здание все целиком. Вы понимаете, здание по площади достаточно большое, имеет 4 этажа плюс подвал. К свое участию в аукционе потенциальные арендаторы еще могут заявить – объект достоин внимания, но вместе с тем и ремонта. К сожалению, не все помещения можно использовать в полной мере. Ознакомиться со всеми выставляемыми на аукцион зданиями можно, обратившись на официальный сайт городского центра управления недвижимостью. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Молшонок, Александр Макаревич, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова